Первая опасность в доме – острые, колющие и режущие предметы. Все острые, колющие и режущие предметы надо обязательно класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. Опасность вторая – электрические приборы. Они могут ударить током или стать причиной пожара. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключайте телевизор, магнитофон, утюг и другие электроприборы. Ни в коем случае не подходите к оголенным проводам и не дотрагивайтесь до них. Опасность третья – лекарства и бытовая химия, стиральные порошки, мыло, чистящие средства. Ни в коем случае не пробуйте никаких лекарств. Во-вторых, неправильно принятые лекарства может оказаться ядом. Нельзя открывать никаких упаковок с бытовой химией. Все моющие и чистящие средства и другие химикаты, а также лекарства, нужно хранить в недоступном для детей месте. Еще одна невидимая и неслышимая опасность – газ. Газ может быть опасен. Скопившись на кухне, он может взорваться. Если быть неаккуратным с газом, это может закончиться бедой. Почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым. Сразу же откройте окна и проветрите квартиру. Закройте краны на плите. Ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички. Позвоните в газовую службу по телефону 112-04. Пожар – это одно из опасных стихийных бедствий. В считанные минуты огонь может уничтожить то, что создавалось долгими годами упорного труда. Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира, даже целый дом. Но самое страшное – при пожаре могут погибнуть люди. Если огонь небольшой, то можно попробовать сразу затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, или вылив кастрюлю воды. Если загорелся электроприбор, постарайтесь отключить его, вынув шнур из розетки сухими руками. Если огонь сразу не погас, надо немедленно убегать из дома в безопасное место. Но сначала надо плотно закрыть дверь в ту комнату, где горит. Огонь, запертый в комнате без притока воздуха, может затухнуть сам по себе. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните по телефону 01 и сообщите пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зовите на помощь из окна соседей и прохожих. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре погибает от дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на корточки или продвигайтесь к выходу ползком, внизу меньше дыма. При пожаре в подъезде многоквартирного дома никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы задохнетесь. Пожар для любого из нас – это страшная беда. И в этот момент самый нужный человек на свете – это пожарный. Пожарные – это люди, которые спешат к нам на помощь. Когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти. Помните, даже если вам удалось самостоятельно потушить пожар, то следует все равно вызвать пожарную охрану для проверки очага пожара, так как пожар может возникнуть вновь.